спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы малоохтинский парк это зеленый оазис совсем рядом со станции метро новочеркасская в краснодвордейском районе петербурга расположен между малоохтинским проспектом и проспектом шумяна это относительно старый для данного района парк ему уже больше полувека правда в 2008 году пережил масштабную реконструкцию в данный момент о его можно считать очередным спортивным местом города хотя и с натяжкой сейчас здесь есть дорожки для бега и главная достопримечательность парка грунтовые теннисные корты на них проходят серьезные тренировки в том числе групповые для всех желающих независимо от уровня подготовки так что если вам хочется научиться играть именно в центре города то это неплохой вариант забавно что когда теннисистов нет местные любители спорта используют корт для совсем других способов развлечься например для футбола возможно питерским теннисным клубом стоит взять на вооружение и строить больше травяных кортов цену можно будет всегда отбивать на аренде для футболистов а все кубки у имблдона достанутся россиянам корты живописно окружены деревьями так что создается впечатление будто ты играешь в лесу необычный вариант центр парка вытянутый пруд с многочисленными утками которые охотно идут на контакт с посетителями парка довольные птички гуляют прямо под ногами и успокаивают одним своим видом за всегда тейпарка считают хорошим тоном зайти в магазин и прихватить закуски для уток прошлые годы было много жалоб на то что пруд грязи но в последнее время кажется эту проблему решили в целом парк лучше всего подходит как раз для бегунов это тот самый случай когда места слишком мало для велосипедистов или лыжников а вот просто пробежаться как раз хватит летом и осенью множество высоких деревьев создают приятную тень максимально комфортную именно для беговых тренировок конкуренцию спортивном плане этот парк конечно проигрывает неподалеку расположен заневский парк где разнообразие спортивных объектов куда как больше да и развивается он гораздо энергичнее за станции метро ладожская находится ладожский парк также куда больше приспособлены для спортсменов обо всех этих объектах мы рассказывали в своих предыдущих выпусках однако малоукнинский может похвастаться близостью к набережным и к метро и еще не обычными футуристическими скульптурами если вы любите делать оригинальные фото во время тренировок то это определенно ваш выбор здесь гигантское количество скульптур на любой вкус тому же статуи располагают к тому чтобы подумать о вечном после пробежки здесь же находится комплекс памятников защитником ленинграда во время второй мировой войны и чрезвычайно эффектная успенская церковь этот парк лучше всего подойдет для неторопливых спокойных тренировок или утренних пробежек а еще для тех любителей тенниса кто признает только открытые корты небольшой но очень уютный уголок зелени почти что в центре петербурга а